Сегодня у тюремного охранника Пита Грина особенный день, который он ждал сильнее своего дня рождения. Наконец-то наступил конец месяца. Я дождался его. Дня зарплаты. Скорей бы пришел мистер Андерсон. Я наконец-то смогу съесть свой дорогой пончик, который я так давно храню, чтобы отпраздновать этот день. Так, главное держать себя в руках и не съесть его раньше времени. Лучше-ка я его спрячу. Вот так. Интересно, сколько мой начальник собирается мне заплатить? Думаю, я заслужил премию. Все-таки я работал без выходных. О, а вот и вы, мистер Андерсон. Ой, прости, что заставил тебя ждать, Пит. Я задержался, потому что этот мешок с твоей зарплатой почему-то оказался очень тяжелым. Я еле его донес. Вот это все тебе. Да уж, как-то маловато, неудобно получается. Надо что-то придумать. О, идея. Я отдам тебе свои фамильные золотые часы. Они достались мне от моего отца, а ему от его отца. Ого, даже так? Бери, не стесняйся. Ой, ну что вы, не стоит. Что еще я могу предложить? О, придумал. Ты будешь начальником тюрьмы, а я охранником. Ого, что так можно было? Ладно, держите. Отлично, дай мне еще свой значок. Теперь я готов слушать ваши указания, сэр. Знаете что? Возьмите эти часы, я вам их дарю. Ух ты, вы не шутите. Огромное вам спасибо. Не жизнь, а мечта. Эй, Пит, ты что, уснул? Ой, я не сплю, не сплю. Я принес твою зарплату. Вот, держи, это тебе, ты заслужил. И это все? Я на эти деньги даже пончик купить не смогу. Мне жаль, но я не могу платить тебе больше. Наша тюрьма на грани банкротства. Сейчас все сам увидишь. Об этом даже во всех новостях уже говорят. Уровень преступности достиг абсолютного минимума. Во всех тюрьмах не хватает заключенных. Начальники тюрем борются за каждого преступника. Тебе стоит пойти со мной, у нас комфортная камера и кровать с ортопедическим матрасом. А у нас ты сможешь играть в видеоигры и заниматься спортом. Эй, это мой заключенный, найди себе другого. Ой, а куда это он делся? Что ж, тяжелые времена требуют отчаянных мер. Мне придется назначить тебя на новую должность. Правда? Круто. Рад, что у тебя такая позитивная реакция. Вот твоя новая форма, и теперь ты будешь заключенным. А вот здесь ты будешь жить. Чувствуй себя как дома. Что? Нет, я не хочу, так нечестно. Сэр, сжальтесь, как я могу стать заключенным? Я ведь всегда служил закону, никогда не нарушил правила, исправно платил налоги. Поверь, мне очень жаль. Но, видимо, у нас нет другого выбора, и я не знаю, как еще спасти нашу тюрьму от банкротства. Наверное, мне стоит поискать новую работу. Вакансия для бывших охранников. Неужели не одной? Похоже, дело действительно очень плохи. Интересно, а почему мистер Андерсон так улыбается? Эх, молодость. Пожалуй, пойду и сам гляну. Ого. Это вы на фотографии? Неужели вы тоже работали охранником? О, да, это было очень давно. Думаю, пора наконец заняться работой. Доброе утро, ты пойдешь со мной. Клянусь, я ни в чем не виноват. Бедный Ник, надеюсь, мы с ним еще увидимся. Пожалуйста, перестаньте, я ведь еще даже не до конца проснулся. Ааа, мои глаза, я ослепну. Это похоже на какую-то пытку. Ник явно не из тех людей, кто дружит с камерой. Все-таки нет вкуснее еды, чем пончики. Мистер Андерсон, дайте мне хотя бы табличку с номером, как у других заключенных. Табличку? Извини, но они у нас закончились. Но не волнуйся, я знаю, что делать. И что же? Все, готово. Вы серьезно? Это же выглядит совершенно не солидно. Ладно, лишь бы поскорее все закончилось. Вы наверняка были очень крут. Естественно. Ой, я проголодался. Сейчас я постараюсь найти что-нибудь съедобное. Точно, возьмите мой пончик. Я его хранил для особого случая. Ух ты, спасибо. Ай, он же твердый, как камень. Сколько лет ты его хранишь? Так не пойдет, надо заказать доставку еды. Ты голоден? Будет что-то? Я вспомнила одну историю, связанную с доставкой. Я хочу перекусить. Закажу, пожалуй, что-то из своего любимого фастфуда. Хорошо, что существуют курьеры. Благодаря ним мне никуда не надо идти. Осталось лишь дождаться его. О, новый заказ. Пора приниматься за работу и нести клюемку еду. Я сдала экзамен на высший балл. Хай, а ты еще кто? Что-то он задерживается. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. О, а что ты читаешь? Интересно. Ой, точно, мне же надо идти. Прием, я уже на базе. Куда я попал? Это какое-то шоу? Привет. Ух ты, благодарю. Это большая честь для меня. У нас есть даже такой закон? Ого, я и не знал. Эй, красотка, это тебе. Эм, спасибо. Мистер, это доставка еды. Я сделал заказ еще несколько часов назад. Почему мне пришлось так долго ждать вас? Вот, возьмите. Эй, почему вообще без чаевых? Извините, так сложились обстоятельства. Зато я наконец-то смогу поесть. Так и знал, газировка уже теплая, лед весь растаял. А наггетсы холодные. И как мне это есть? Ммм, кажется, у меня появилась гениальная идея. Это мне еще может понадобиться. Что ему надо? Добрый день, дамы. Итак, мне нужна ваша помощь. Я хочу, чтобы одна из вас охладила напиток, а другая нагрела наггетсы. Справитесь? Легко. Мистер Грин, неужели вы нас недооцениваете? Только советую быть осторожнее, не обожгитесь. Ладно, сделаем вам одолжение. Готово. Спасибо, вы меня очень выручили. Скучаю по тем двум заключенным. Ой, что это со мной? Странно, почему смартфон так плохо ловит тут сеть? Может, надо попробовать стать чуть выше? Не помогает? Так тоже без изменений? Так вообще стало только хуже. Я сдаюсь. Что случилось? Я не могу даже ответить на сообщение жены. Возьмите, у меня никогда не было проблем с сетью. Откуда у тебя последняя модель смартфона? О, это старая, но хорошая история. Привет, мои конфетки. Сегодня я собираюсь подшутить над нашим охранником. Оставайтесь со мной, будет весело. Скоро я смогу купить себе машину. Или лучше мотоцикл. Нам повезло. Он слишком увлечен пересчитыванием денег, которые я дала ему за помощь мне. Так что он нас не заметит. Теперь надо скрыться с места преступления. Надеюсь, другие заключенные оценят новые наручники. Охранник, я есть хочу. Принеси мне бургер с картошкой фрея. Эй, не наглей. Ох, как же с ним все-таки сложно. Кстати, раздобудь мне PlayStation, а то мне скучно. Ты можешь не шуметь, пожалуйста. Еще мне в камере нужны кантели. Если ты не успокоишься, мне придется надеть на тебя наручники. Ты все понял? Ты одолжил их в плюшевой тюрьме. А где же тогда мои обычные наручники? Ой, он нас заметил. Значит, это их рук дело. Но ничего, я им еще отомщу. Мы ведь просто пошутили. Я это конфискую. Запасные смартфоны тоже отдай. Какой зануда. Мне нужны все. У меня их больше нет. Я все уже отдала. Почему вы мне не верите? Ладно, вас нелегко обмануть. Но вы же их нам вернете, правда? Нет, это вряд ли. Можете с ними попрощаться. Ах, я не могу на это смотреть. О, этот новенький смартфон я лучше оставлю себе. Вот это мне тогда повезло. О, кто-то пришел. Вдруг привели нового заключенного. Ой, возьму его с собой. Мистер Роджерс? Привет, ребята. Вы случайно не видели этого парня? Это мой любимый заключенный. Это мистер Роджерс, охранник соседней тюрьмы. Проходите, расскажите нам про него подробнее. Уверен, он скоро найдется. Даже не представляю, как буду без него работать. Мы вас понимаем. Он был славным парнем, я всегда о нем заботился. Чем же он отличается от других? Сейчас я вам расскажу. Алан Роджерс, я посвящаю тебя в свои охранники. Эта дубинка будет служить тебе мечом. Это большая честь. Мистер Стоун, что случилось? Зачем ты меня позвал? Я принес вам ужин. Покажи мне его. Вот его приготовил один из лучших шеф-поваров Трум-Сити. О, выглядит неплохо. Пахнет тоже очень аппетитно. Мне нравится. Дай мне поднос. Рад, что смог вам угодить. Приятного аппетита. А ты пока свободен, можешь идти. Все-таки тюрьма – это не такое уж и плохое место. По крайней мере, если у тебя есть деньги. Да, не беспокойся, я тут как на отдыхе. Прямо сейчас, например, я купаюсь в ванне из золота и попиваю любимый коктейль. Мистер Стоун, что ты здесь делаешь? Я принес вам эту милую уточку. Это не повод врываться в чужую ванную комнату. Оставь уточку и уходи. Да это был охранник. А уточка действительно очаровательная. Ой, подожди, он снова здесь? Ну, что еще, Роджерс? Я нашел то, от чего вы будете в восторге. Это настоящая золотая бомбочка для ванны. Так, все, теперь точно уходи, ты меня отвлекаешь. И забери бокал, я больше не хочу пить. Вот ваша тюремная роба. Ты серьезно думаешь, что я надену на себя эти дешевые тряпки? Да ты издеваешься. Убери это с глаз моих долой. Простите, я действительно провинился. Позвольте мне исправить свою ошибку. Я подберу для вас идеальную тюремную одежду. Что насчет этого костюма? Ну уж нет, это слишком официально. Дай что-нибудь другое. Не подходит, слишком эксцентрично. А это что за непонятный косплей? Где нормальная одежда? Я не собираюсь в этом ходить. За что я вообще тебе плачу? Не переживайте, я только что заказал вам дизайнерскую робу. Думаю, она вам точно понравится. Тем более за такую цену. Это именно то, что я хотел. Просто восхитительно. Вот еще очки, они дополнят ваш образ. Ух ты, все-таки не зря ты мой охранник. С деньгами можно позволить себе роскошную жизнь даже в тюрьме. Надеюсь, мистеру Стоуну понравится сюрприз, который я ему подготовил. Но где же он? Я его не вижу. Мистер Стоун, вот вы где. Вы меня расстроили. Роджерс, это не то, о чем ты подумал. Я ведь старался, сам пек этот торт. Ты не забыл про мой день рождения? Как мило. Загадай-ка я желание. Спасибо тебе. У вас день рождения, так что отдыхайте, а я за вас сделаю подкоп. Хорошая идея. И сделай его пошире. Эх, куда же пропал мистер Стоун? Ой, вы что, плачете? Это такая трогательная и печальная история. Надеюсь, ваш заключенный найдется. Мы обязательно вернем его. Но что нам делать дальше? Мы на грани банкротства. Друзья, помогите нам придумать, во что можно переделать тюрьму. Пишите свои идеи в комментариях, а мы реализуем самую удачную в нашем следующем ролике.